что же друзья я очередной раз вас приветствую на хайвее номер один и светлана зачитывает вопрос меня зовут андрей 27 лет по образованию инженер механик закончил киси в двенадцатом году киевский инженер страйк дэй тот что в киеве киси да по специальности толком не работал нашел вакансию в дубае в сферах жилищных обслуживания моя должность бизнес-девелопмент экзаменитив моя роль это общение с клиентами существующими и потенциальными с английским у меня все отлично работаю на английском языке свои знания инженер механик не использую довольно давно смотрю ваши каналы очень благодарен за это большое дело которое вы делаете вы даете надежду и вкладные знания которые человек может применить при желании по громче давайте шумная дорога я заинтересовался тестированием и чем дальше тем интересней прихожу с работы сразу начинаю заниматься прочитал недавно книжку по тестированию не для рекламы тестирование .com книжка недавно ваше видео услышал призы учить также язык программирования для возможности автоматизации тест кейса в будущем поэтому учу пайт скажу вам честно мне настолько понравилось это дело тестирование программирования что я чуть не расплакался когда понял что нужно было идти учиться не на механика а найти специалиста это настолько многогранный интересный мир и самое радостное что всегда есть что учить и развитие надеюсь что я не поздно спохватился немного о семье жена детей нет жена колумбийка заканчивает британский университет через две недели по специальности human resource manager я предлагаю переехать сша говорю что у него будут неплохие шансы на работу так она владеет английским и испанский у меня есть два года опыта работаем международным аэропортом аэропорту высшее английское образование то есть они живут в дубае она колумбийка он из киева и значит у нас есть туристические визы на 10 лет сша я в украине по три года думаю политубежище мой вариант есть большое желание приехать силиконовую долину отучиться на школе ну и само собой поддаваться на политику для будущего трудоустройства наконец мои вопросы скажите пожалуйста можно ли попасть к вам на собеседование по скайпу если да то когда что мне сначала сделать статус или можно ехать к вам на учебу если конечно пройду собеседование или то и другое вместе я знаю что вы не иммиграционный адвокат поэтому ваш ответ оценку как дружеский можно ли ожидать результата после подачи на политоубежище не находясь в сша а продолжая работать в моем случае в дубае по поводу жены если можете скажите можете она устроиться в и чар в авиакомпании в целом сша нравится как страна либеральная и авгалитарная значит можно сразу сказать что он не может быть подачи на политику и находиться в другой стране если он покинет сша то он он тем самым отказывается от своего заявления о политическом убежище то есть он должен находиться в стране первое значит второе что делать сначала статус и не ехать на учебу ну это можно совместить то есть допустим он приехал в сша подал на политику через там месяцев ну скажем 6-7 у него будет разрешение на работу поэтому он может скажем месяца за 3 до того как будет разрешение на работу может прийти начать учиться может даже раньше прийти но тогда он пойдет на бесплатный интернship поскольку у него права там деньги получать нету значит интерншип будет гарантированно бесплатным если он немножко позже придет а интерншип может быть как бесплатным так и платным то есть другое доступно когда пройти собеседование он спрашивал да можно ли попасть а я только по скайпу и провожу как же если человек приезжает там из других мест он проходит собеседование в скайпе если он на местности он тогда не проходит собеседование такого он приходит сдает технические тесты сдает на страниц психологический тест ну и так мы конечно тоже разговариваю поэтому безусловно можно пройти собеседование в скайпе конечно когда это сделать когда соберетесь ехать чего часто что касается супруги может ли она устроиться в эйчар в авиакомпании я думаю что именно так и узко ставить вопрос что именно авиакомпанию наверное не следует вот но пытаться конечно можно но вообще и чай из службы отсюда и наверное с хорошим английским языком и с опытом работы в международной компании наверное она может быть у меня по поводу эйчар есть как бы некоторые сомнения то есть не то в смысле что она в принципе не сможешь а в том смысле что это сложно вообще в эйчар устроиться сложно потому что в эйчар рвутся очень многие американцы которые родились в америке выросли в америке образование американское имеют по эйчар стажировки всякие проходили и так далее то есть эта область очень востребованная среди местных поэтому насколько иностранец может ну наверное может но он может начинать с каких-то очень там низовых позиций где-то там наверное ему придется местное образование получать и так далее то есть в дубае может быть что что английская что американская без разницы а в америке не без разницы и тут еще вот какой момент если она еще при этом заузит это до авиационной компании то я думаю что ее шансы совсем уже стремятся к нулю или я не знаю там к чему почему-то очень не симпатичным поэтому я бы на ее месте сказал себе я первую работу я беру где беру может быть это даже не будет в эйчар ну просто ты работаешь ты в стране ты проходишь социализацию там и тогда денежку зарабатываешь она может поработать например очень много работы рекрутером есть чудовищное количество рекрутерских всяких организаций вот она может там поработать параллельно искать работу там в эйчар разбираться и так далее то есть оно как бы все делается но если ты как-то очень узко опишешь какую-то область в которой кроме тебя там еще полно народу вот то тогда у тебя начинаются проблемы вызванные только тем что ты вот это сам так начал делать поэтому вы молодые не то чтобы вы должны вот там с первого дня оказаться в таком месте куда люди там идут по 10 лет ну значит если вы там попадете за 2-3 года тоже неплохо это же не 10 вот так что у вас проблема то другая у вас разрешения на работу нет знаете а вы рассуждаете о каких-то тонкостях которые не каждому родившемуся в америке человеку понимаете легко получить если он хочет их получить поэтому так шире шире берите и все получится не загоняйте себя в какие-то узкие рамки вот у меня знаете что бывает у меня бывает студент придет там какой-нибудь и он себе картину нарисовал там приходит говорит мне вот резюме надо а я говорю а чё ты же вроде еще не закончил он говорит ну хочу побыстрее мне нужно там что-то деньги я хочу по-быстрому там за пару недель там выйти на работу и я думаю это вообще катастрофа потому что когда человек говорит мне нужно за пару недель выйти на работу и он собирается пару недель там вот на маркете ее получить это безнадежно это проигранная компания уже заранее проиграна Не потому что, в принципе, шансы равны нулю Они не равны нулю Но близки Близки к нулю И чем больше он говорит Мне это нужно срочно Тем меньше шансов, что с ним Именно с ним это и случится Обычно срочно случается с теми, кто никуда не спешит А когда человек спешит Ох Это осложнение вызывает Так что И вот здесь то же самое Свет, есть еще добавить? Все в порядке Счастливо, ребята Дубаем привет